ВЫСТРЕЛ В Басманном суде Москвы менее часа назад избрали меру пресечения генералу таможенной службы из Астрахани Ильдару Саидову. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия он занижал пошлины для недобросовестных коммерсантов за определенное вознаграждение, естественно. Отмечу, что за последние сутки это уже вторая громкая история, связанная с высокопоставленными таможенниками. Причем произошли они в разных регионах страны. И как выяснил наш корреспондент Михаил Емелин, это вряд ли можно считать случайностью, даже если юридически эти эпизоды не связаны. Генеральский китель пришлось сменить на гражданскую одежду, а кресло начальника Астраханской таможенной службы на скамью подсудимых. Успешная карьера обладателя множества наград и опытного руководителя Ильдара Саидова вмиг рухнула, когда в его кабинет нагрянули оперативники. Обвиняемый якобы закрыл глаза на серьезные нарушения в работе судно-ремонтной компании и пропустил за границу арестованный морской танкер. Саидов превысил свои должностные полномочия и дал письменное распоряжение на отход судна из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. Его противоправные действия повлекли невозможность взыскания наложенного судом штрафа в размере более 83 миллионов рублей. Ильдар Саидов уже седьмой по счету сотрудник таможни, задержанный оперативниками за последние два месяца. Цифра далеко не рекордная. Так, в конце прошлого года следователи предъявили обвинение сразу десятерым высокопоставленным офицерам ведомства. В основном их подозревают либо в превышении должностных полномочий, либо в получении взятки. Сейчас пошел хлыну поток товара, то есть восполнение вот этих ям, которые образовались в связи с пандемией. И стоит очередь, и поэтому кто больше дает взятку, у того груз и проходит быстрее. Быстрее растаможить, быстрее продать, быстрее получить прибыль. И поэтому, конечно же, взятки возросли. Они выросли до 50%. Проблемы с документами, вопросы к качеству товаров, прохождение таможни иногда затягиваются на несколько суток и превращается в испытание. Водители уже по пять суток здесь находятся и никак не могут въехать на территорию Российской Федерации. Посмотрели, например, в документах, не там запятая. Предъявили необоснованно претензию. Разрешение тех или иных споров административных и других иногда затягивается на месяцы, а может быть даже и на годы. А для предпринимателя каждый день это время, это деньги. Бизнесменам приходится договариваться, чтобы открыть зеленый коридор для своих грузов. Причем оперативно решить вопрос с проверяющими удается не всегда. Тогда коммерсанту ничего не остается, как идти к руководству таможенного поста и находить компромисс. Так, в преддверии мартовских праздников десятки коробок с букетами так и не доехали до заказчиков. Каждую фуру на пункте контроля тщательно досматривали. В итоге тысячи цветов завяли. Перемещение через границу это определенные сроки, которые тоже укладываются в сроки доставки-поставки. А отсюда привязка идет к штрафным санкциям. А также есть еще нюансы, связанные с самим качеством товара, который может повредиться, в случае если эти сроки перемещения таможенной очистки будут затянуты. Проблемы на российской таможне вынуждают коммерсатов искать обходные пути. Один из них транзитный через Беларусь. Так, везут товары в Россию многие китайские компании. Что странно, ведь маршрут через союзное государство значительно длиннее, но якобы все равно проще, выгоднее, быстрее, говорят предприниматели. Вот только российские таможенники порой вынуждены детально досматривать груз. Нередко недобросовестные бизнесмены стремятся ввести в Россию грузы сомнительного качества. И только тщательная проверка позволит найти контрафакт. Законопослушные таможенники оштрафуют безответственных предпринимателей, а не чистые на руку, скорее всего, закроют у нарушения глаза. Правда, итог такой, а первая тюрьма, которая теперь грозит генералу Ильдару Саидову.